В этом году Якутия отмечает 60-летие развития бокса в республике. К этой дате приурочили ряд мероприятий. Историю становления вида спорта в регионе изучил Юрий Осипов. Сегодня в республике занимается более 4 тысяч детей. У юных боксеров есть все условия для тренировок. Но это не всегда было так. Бокс в Якутии развивался силами энтузиастов. Началось все 60 лет назад. Именно тогда по инициативе Николая Тарского прошел первый чемпионат республики. В нем приняли участие 44 спортсмена. Раньше один-два человека, когда вышел на уровне Союза, а сейчас по России уже десятки человек выступают, по миру выступают. Даже у нас девушки, женщины выступают. Это вообще уровень бокса у нас сильно разбивается. За эти годы на боксерском небосклоне засияло немало якутских имен. Крепкий фундамент заложил тренер-общественник Арсений Петров. Понимаем человека, который много сил дал. Это Арсен Петров, наш тренер, который первоначально создавал такую, как в профессиональном уровне, бокс. Это любительский. У нас стали появляться свои призеры и чемпионы. Наши боксеры стали выходить на международный уровень. В конце 70-х появились первые мастера спорта международного класса. Один из ярчайших представителей якутской школы бокса – Георгий Балакшин. Его звезда взошла в 1996 году на первых международных играх «Дети Азии». Смысл жизни был, когда я профессионально тренировался, когда какие-то у меня цели были, что-то выигрывать на боксе. Как работа, как смысл жизни. Утром ты встаешь, идешь на зарядку, потом вторая у тебя тренировка, третья тренировка. Достижения Георгия впечатляют. Он шестикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер игр доброй воли и бронзовый призер Олимпийских игр. Сегодня на ринге блещет Василий Егоров. Он стремительно взлетел на боксерский Олимп, став чемпионом России и Европы, серебряным призером чемпионата мира и участником Олимпийских игр. Василий подтвердил свое лидерство. Буквально на днях он стал двукратным чемпионом России. Наряду с мужским в республике развивался и женский бокс. Якутия подарила миру немало и женских имен. Оксана Васильева, Мария Кривошапкина, Лидия Андреева. Сейчас их славные традиции продолжает лидер женского якутского бокса Зоя Исаева. Сготовимся в следующем году выступать на чемпионате Дальнего Востока. И цель стоит чемпионат России в апреле месяц. Сегодня в Якутии на высоком организационном уровне проводятся как всероссийские, так и международные соревнования. Но целью любого вида спорта всегда было и будет воспитание подрастающего поколения. У каждого из этих детей есть мечта однажды подняться на высшую ступень пьедестала. И кто знает, возможно, что среди сегодняшних ребятишек занимаются будущие чемпионы, чьи имена прозвучат не только на чемпионатах мира, но и олимпийских играх. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.